Финансы для борьбы с коронавирусом продолжают разворовывать. Как перекрыть кислород коррупционерам? С начала этого года выявлено уже 68 преступлений. По своей структуре более 50% это преступления, связанные с хищением бюджетных средств. Зачем общественники настаивают на полном мониторинге Минздрава? И почему в Казахстане до сих пор не все равны перед законом? Делкого лавочника, который живет исключительно за счет своей лавки, за счет своего магазинчика, пакует за то, что к нему кто-то зашел без маски. А рядом стоит огромный отель в центре города и в индивидуальном порядке разрешают мероприятия или в наглую проводят. Как во время пандемии отмывали деньги на аппаратах ИВЛ и компьютерах для школьников? Сколько начальников управления, образования и здравоохранения, а также главных врачей осудили за коррупцию? И когда поубавятся аппетиты чиновников к народным деньгам? Тотальная коррупция в период пандемии стала настоящей катастрофой для Казахстана. Крупные суммы, направленные на борьбу с вирусом, породили новые схемы хищений. Самое доходное время в истории любого государства – это война и пандемия. Это, думаю, не надо никому доказывать, историю все знают. И печально, что в этот период, в период пандемии, отдельные люди очень круто нажились. Нажились те, на кого надеялись и от кого ждали помощи. Но получить ее смогли не все. Один из факторов смертности в Казахстане был тотальный дефицит лекарств. Вот, я это, думаю, совершенно бездоказательный факт, да, из-за этого суть одного человека. Ну, понятно, что здесь целая группа товарищей, но мы не видим, да, целые толпы, да, людей, которых покоют, да, потому что это на самом деле не просто коррупция, да, коррупция, которая привела к смертям тысяч наших граждан. В прошлом году, в период пандемии, антикоррупционная служба выявила 100 преступлений. Пришлось создать даже отдельный блок специфических коррупционных нарушений в условиях распространения коронавируса. Большие деньги выделялись, но интересы отдельных компаний оказались выше потребностей населения. С начала момента пандемии государством были выделены 8 миллиардов тенге на закуп средств защиты. Эти средства защиты предназначались для врачей, то есть тех людей, которые стояли именно на пороге этой пандемии. Первый удар принимали на себя. Данные средства были неправомерно перечислены в компанию «Инкар», которые данные средства защиты не приобрела, прокрутила в своих интересах, погасила свои банковские долги. Бывшего главу СК «Фармации» отправили за решетку на 3,5 года. Но даже этот факт ничуть не настораживает коррупционеров. Преступления продолжают выявлять. С начала года их уже 68. Половина всех дел по статье «Хищение» – 25% взятки, остальные – злоупотребление властью и подделка документов. В лидерах Южные регионы, а также Кустана и Караганда. За закуп оборудования по завышенным ценам и отмывание денег через аффилированные компании осудили уже 8 человек. В городе Шимкент осужден к 3 годам лишения свободы заместитель руководителя управления здравоохранения морзокулов, который в 2020 году незаконно приостановил закупки для 12 медицинских организаций необходимых аппаратов УЗИ и ИВЛ. Вместо этого он приобрел медицинское оборудование совсем другого назначения. Приобретенное оборудование оказалось в три раза дороже, установили эксперты. Ущерб государству только по этому факту составил полтора миллиарда тенге. А в Мангистауской области руководитель управления здравоохранения причинила ущерб государству в особо крупном размере. Вместо приобретения рентгенаппаратов отечественного производства по 16 миллионов тенге, она приобрела зарубежные аналоги по 37 миллионов за каждый. Вместо 12 аппаратов для местных медицинских организаций было закуплено всего 6 штук. Она свою вину признала полностью решением суда, осужденно приговор вступил в законную силу. Сфера образования в пандемию стала своеобразной площадкой для коррупционных махинаций. Нажились те, кому доверили обеспечить школьников из малоимущих семей ноутбуками для дистанционной учебы. Закупались компьютеры, которые не были снабжены необходимым лицензионным программным обеспечением. Соответственно, по данной технике, школьники и дети не смогли получить нормальный образовательный ресурс через онлайн. Естественно, это послужило срыву учебного процесса. 13 преступлений и ущерб в 15 миллионов тенге. К уголовной ответственности привлекли 11 человек. Среди них руководители управления образования 5 регионов. Руководителем управления образования Павлодарской области Олег Паровой своими действиями при закупе компьютера был нанесен ущерб государству на сумму 710 миллионов тенге при закупе 11 тысяч единиц ноутбуков и компьютеров. На контроле целевого использования бюджетных средств у антикора были и медицинские надбавки. Но и здесь не обошлось без откровенного воровства и вымогательства. 15 уголовных дел по одному почти во всех регионах страны. Осудили 23 человека, из которых 10 главные врачи больницы и поликлиник. Главный врач Бухар-Жираловской районной больницы незаконно начислял надбавки медицинскому персоналу. В дальнейшем часть этих надбавок он присваивал себе. То есть медсестры, которые фактически участвовали в этих мероприятиях в лечении больных, вынуждены были часть этой надбавки отдавать главному врачу. Сейчас это уголовное дело расследуется. По 200 тысяч ежемесячно личную и регулярную надбавку организовал для себя главврач районной больницы. Но следователи инициативу медика не оценили и оформили это как взятку общей суммой 680 тысяч тенге. У нас были несколько общественных организаций, которые занимались мониторингом клиник, мониторингом системы взрывовления. Очень интересно, что это за общественные организации, которые там столько проверяли и ничего не нашли. К ним вопросы, к этим персоналям, насколько эти люди вообще порядочные и честные. Подзаработать прямо на рабочем месте решили и медсестры. Они продавали фиктивные паспорта вакцинации. В Акмолинской области медсестры центральной поликлиники и частной поликлиники делали такие паспорта фиктивной вакцинации. Вносили в общую базу на данных граждан. При этом брали плату за каждый паспорт от 10 до 40 тысяч тенге. На основании этих фиктивных данных формировалась база правительства ЕГОВ, где данные граждан были указаны как вакцинированные. Хотя фактически прививок не получали и, соответственно, несли определенную угрозу окружающим. В личных целях использовали положения и представители мониторинговых групп, которые должны были следить за соблюдением карантина. Но вместо этого набивали карманы за счет предпринимателей. Равенство для закона для всех – это когда мелкого лавочника, который живет исключительно за счет своей лавки, за счет своего магазинчика, пакует за то, что к нему кто-то зашел без маски. А рядом стоит огромный отель в центре города и в индивидуальном порядке разрешают мероприятия или в наглую проводят. Отдельные предприниматели вместо того, чтобы противостоять бытовой коррупции, сами идут на дачу взятки. Нарушая ограничительные меры. В антикурии напоминает, кроме крупных штрафов за дачу взятки, Уголовный кодекс предусматривает и лишение свободы на длительный срок. Наши граждане должны быть более законопослушными и более требовательными. Если ты законопослушный сам и требовательный к государственному управлению, то никакой коррупции не случится. А если мы будем сами что-то где-то нарушать по дороге все время, то и мы требовать не сможем, чтобы другие, у которых есть, которые уполномочены, сами были честны. Пандемия идет на спад. Тяжелых больных коронавирусом все меньше. Стало быть, вакцинация помогает бороться с ковидом. К сожалению, прививки от жадности по-прежнему нет. И вряд ли ее когда-нибудь придумают. Да, как и в любой инфекции, существует четкий протокол лечения этой заразы. Не стоит игнорировать и профилактические меры. Но до коллективного иммунитета нам еще пока очень далеко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова